Эта работа не соответствует моим научным интересам, кажется, вот так. Они сказали, ты что, с ума сошел? Кто тебя отпустит? Нетрудно было сообразить, но важно было это показать, что все же развивается во времени. Ведь существенное дело в нашем деле – это как ты представляешь результаты. Просто, все хорошее объясняется сильно просто. Особо запомнилось деление времени, которое было дефицитное. Я родился-то в городе Днепропетровске, но в 11 месяцев меня перевезли в Москву, и там я прошел интересную школу. Сначала был в мужской до какого-то класса, я уж вот это трудно вспомнить, по-моему, до третьего. Потом попал, у нас сделали смешанную. Если вспоминать честно, что влиял, ну, во-первых, это было время, когда физика считалась достойным занятием для всех. И две вещи, я так понимаю, наверное, на подкорку сделали. Была книжка Даниила Гранина «Неизбежность странного мира». Вот она как раз вышла, и я ее тогда всю прочитал, поскольку всего остального не было, но это потом. И второе, как ни странно, очевидно, вышел 9 дня этого года, который тоже, я думаю, на подкорку сказался. На физфаке, где конкурс был хороший, я думаю, под десятку, как минимум. Вот, и было три экзамена. Математика письменная, первая, потом устная, и потом физика устная. А сочинение там, важно было, чтобы на тебя совсем не окрысились. Это было не так существенно. Почему МГУ? Ну, во-первых, тогда физтех, честно говоря, я его вообще плохо знал. А других, пожалуй, более интересных вузов, по крайней мере, как это выглядит сейчас, не было. После сразу поступления мы отправились на завод ЗИЛ, и я типа месяца там шлифовал некоторые детали. Но это была месячная вещь. А потом это вот, как говорится, дискуссионный вопрос. Вот нынешний выпускник сможет рассказать о своей летней студенческой жизни, столь интересно, как мне кажется, как получилось у нас. Поскольку, конечно, ни о каком выезде куда-либо дела не было, вообще вопрос не стоял, то после первого курса мы поехали на Целину. Причем Целина была не такая, которая при Никите Сергеевиче, а это была строительная. И, по-моему, тогда физфак был чуть ли не инициатором вот этого движения на стройку. Вот мы туда ездили. Как там жили, это интересно отдельно, как говорится, стоит рассказать. То есть нас поместили в палатки армейские, такие большие. Но народ был креативный, что и хорошо похвастаться. Одну из палаток немедленно, она же напоминает чем-то пирамиду. И человек ее, как говорится, раскрасил в египетском стиле. Всю было. И там мы были до тех пор, пока один раз не проснулись. Это уже до конца сентября остроили. Мы там, по-моему, типа коровников. Я не помню, что. Но мы исполняли в основном роль носильщиков раствора. А девушки и те люди, которые как-то имели уже какой-то опыт, клали камни. Это первый курс. На следующий год поехали на Алтай. Мы там тоже делали, вот строили там, ремонтировали дома. Это не так интересно. Я просто говорю, маршрут и третий мы рванули еще дальше. Это вообще была экзотика. Мы попали на знаменитую Бирюсу. Это приток Ангары. И занимались там лесосплавом. Как это все происходит? Они зимой пилят, подтаскивают к краю реки. Потом сбрасывают это все в реку. Тогда так делалось. И все это идет. Потом попадают в затон. Это перегороженный цепью и бревнами поперек реки. И там собирается куча-куча этих самых деревьев. А вот потом начинается сортировка. В момент, когда ее пилят, то на торце рисуют. Там три сорта. Как я помню, был шпальник. Типа такого. Я сейчас уже столько лет был. И, короче говоря, наша задача была разделить по коридорам. То есть у тебя идет коридор. По нему постепенно выпускают бревна. А на каждом поперечнике стоит человек с длинной пиканкой. Вот она здесь где-то. Можно будет увидеть на фотографии. И его задача была увидеть свою, зацепить и аккуратно завести в свой рукав. А потом уже ее вязали и так далее. Отправляли уже не в этот момент уже молем. Молевой сплав это когда просто так ее везут. А все-таки из них делали плоты. И последнее тоже очень гуманное было отношение к выпускникам с точки зрения военных. У нас была военная кафедра. Так сказать, нас, причем там вопросы секретности, я думаю, решаемы. Но было хорошо. Нас выпускали лейтенантами. А гнать студентов вуза рядовыми, по-моему, это не очень разумно. Лучше их учить технически. И мы вышли, вот я не успел посмотреть, ни то младшими лейтенантами, ни то лейтенантами. После этого. А вот после какого-то курса, по-моему, после четвертого, мы ездили в лагерь. А после этого поступили сюда. И вот там были замечательные лекции. И замечательные люди, я даже, чтобы не забыть. Ну, просто все классики, кто еще помнит, вы и я. И начиная с Бруна Максимовича, который самый замечательный был. По разным причинам. Сейчас я попробую даже показать. По крайней мере, на словах. Вот. И все, кто только могли тогда быть. Бруна, Мещеряков, Тяпкин, Биленький, Подгорецкий. Это вот те люди, которые читали лекции. Курс у нас был совершенно сейчас непредставим. Если я начну перечислять, вот чтобы не забыть. И, наверное, это будут еще не все. Я думаю, нормально. Преподавателей мы уже обсудили. А теперь кто был из нас? Алексей Сисокян, Сережа Кулешов. Он потом был сначала ученым-секретарем. Это начинается уже, когда мы поступили. Я вернусь. Ну, просто я кончу с однокурсниками. Куликов Анатолий, Дима Бардин, Генна Мицельмахер, Приезжев Слава, Балагуров, Батюня, Первушин, Пискунов. Это только наш курс. Вот как минимум 10 я уже насчитал. Я не помню, себя ли я брал. Это которые пришли в ОИИ. А, например, Николай Тюрин, это был директором ФВР, как вы знаете, тоже наш курс. А Виктор Саврин, это тоже наш курс. Он был, я не помню, директором или замдиректора 100%. Он, по-моему, даже сейчас не яв МГУ, который там. Вот такое было время и такое было отношение к физике. Бруно, конечно, совершенно замечательно себя вел. Он был еще относительно молодой, наверное, в это время. И, например, ну вот кто догадается делать. Сейчас у меня точно не получится, уже не то. Но идея какова? Ты берешь какую-нибудь... Значит, ну как, перерыв. Мы все выходим. Обычно там куда-нибудь уходит преподаватель. А Бруно говорит, ребята, вот смотрите, можете так сделать? Ты кладешь боком монету, и типа вот точно не получится. Но идея какая? Ты вот от одной, вот левая рука у меня уже, понимаете. Да, ее надо, чтобы она не упала. С этой руки откатиться сюда. А потом фишка в чем состоит? Что ты раздвигаешь руки. Понимаете, да? Прокатить вот на такое расстояние, это в принципе не трудно. По крайней мере нормальному молодому человеку. У меня все падает. Но зато он его так начинал раздвигать. И фишка последняя была, что он запускал отсюда. Она у него катилась сюда. И он ее здесь останавливался. Мы, конечно, открывший рот смотрели на все это. Это было здорово. И второе, чтобы вы понимали, это может быть не для такого разговора. Но на самом деле, хорошо это было или нет, что это была такая престижная профессия. Сами понимаете, у всякого дела есть люди, которые не могут жить без науки. А есть люди, для которых наука – это хорошая карьера. И вот эти две крайности, они истинно должны быть где-то в середине, наверное, как обычно. Мы сюда приехали на четвертом курсе. А первые три курса – это так же, как везде сейчас. Это в основном, как говорится, тебе повторяет и вколачивает. Может быть, ну, учат тебя учиться, вот так лучше сказать. А вот, что необычно, почему хочется поделиться. А даже сами тебе представите, если знаете. Основной корпус МГУ. Ну, к этому времени уже переселили всех, кто москвичи, не москвичи, в центральное здание, там же общежитие. И вот к клубному, к ДК, подошел автобус из Дубны. Вот я не помню, только Татра или Шкода, что была вообще редкость в этот. Нас всех туда погрузили. Мало того, что первый раз отвезли. Нас каждый понедельник возили на военную кафедру на автобусе в Москву. И потом назад. Вот это было замечательно. А по вашей жизни мы тоже, известно, в филиале МГУ. Я поступил в 62-м, а закончил я в 68-м. Начиная, значит, с 60-го какого-нибудь 5-го или 6-го, я попал в Ляп. Я помню, сначала прошел в комнату к Неменову. Второй зашел к Петрухину, к Малитину Ивановичу. И там мне понравилось больше. Но вы должны понимать, что обстановка в Ляпе тогда была совершенно другая. Наш ускоритель хотя уже устаревал, но все-таки на нем активно велись эксперименты. И это объясняет много причин вздохи о том, что сейчас у нас нет каких-то бурных обсуждений, потому что мы все сильно разошлись. А там все люди делали даже иногда похожие вещи. И поэтому семинары были накаленные. Особо запомнилось деление времени, которое было дефицитное. Каждую неделю заседали и в какое-то время назначили Валентина Ивановича, этого Петрухина, руководителя. Я не скажу, что там до драки доходило, но разговоры, о чем тебе давать, ты все равно какой-то фигней занимаешься, типа такого. Они могли быть, соответственно, и реакция была. Ну, не фигня, но что-нибудь такое. Ты что-то делаешь не то, что нужно. Вот тут мне повезло, потому что эта группа изначально ориентировалась, несмотря на то, что электроникой было очень плохо в то время, но она косвенно ориентировалась на электронные эксперименты. Потому что то, что сделал здесь Юрий Дмитриевич Прокошкин, и на чем делали, это хоть и не совсем электронный эксперимент, но постараюсь даже вам, как говорится, объяснить. Они построили осциллограф, на который пять лучей. И на эти пять лучей они выводили там можно, поскольку не обязательно по одному. Всю свою аппаратуру, она была несложная. Там, скажем, пяток или, наверное, даже больше десяток детекторов. Можно было просто вывести сигнал, как с осциллографом. И потом вот это уже дальше начинается уровень техники. Поскольку никаких анализаторов и чего-то еще не было, то это фотографировалось на фотоаппарат. И потом вот мой диплом делали. Я сидел уже и смотрел, как с фотоувеличителем, как мы печатали все дома фотографии. И на нем смотрел. Но там полная информация есть. Ты можешь мерить величину импульса, расстояние между ними. Это уже подход к электронной обработке. Человек, пришедший на диплом, мог его сделать от начала до конца своими руками, включая измерения на ускорителе. То есть, ну, конечно, мне дали этот пятилучевый осциллограф, а моя задача была посмотреть, не рождаются ли дважды заряженные пимизоны. Это может выглядеть, так сказать, сейчас сильно неразумной задачей, но мне было поставлено, и я ее делал. Но когда начал писать предисловие, тут, сами понимаете, хочется от Адама написать. Роис в литературе, который тоже, учтите, это было забавно, рыться в литературе, надо было идти в библиотеку, которая кишела людьми, взять журнал. Никакой ссылки нигде найти нельзя было. Ты находил ее только в конце статьи, шел, брал тот журнал, там находил. И вот такой вот цепочки я неожиданно обнаружил, что странно. Тогда не висело объявление о открытиях, сделанном в Ляпе. И там обнаружил, что вот такой есть интересный эффект. И когда я рассказал товарищам, тогда был Давид Хазинс и Валентин Иванович Петрухин. Эти были главные исполнители в нашей секторе. Это был сектор. И тогда позвали Ашгирея, сказали, да. И вот они занялись этой работой и сделали действительно две публикации. В первой я, естественно, не был автором, потому что я еще был студентом. Это вышло, как я посмотрел, в 70-м году. А вот в 72-м, когда я уже вернулся, то мы делали ее вместе. Это интересно. Работа была первая, в которой я принимал участие. Здесь. Дальше. Почему я, тем не менее, у меня стаж работы в ИАЭС? ИАЭС 69-го года. Потому что есть еще одна деталь, которую наверняка молодые люди не знают, но что попасть в Москву было, мягко говоря, сложно. Ты должен был быть прописан в Москве, значит, ты в нее должен был попасть или по рождению, или устроившись на работу. А устроиться на работу нельзя было без прописки. Такая понятная советская система. И у меня стоял вопрос, значит, или уезжать. Это, пожалуй, было самое незаметное для других, но для меня важное решение, что я, хотя сначала слегка смолодушничал, и поддался в Москву, и год работал в очень хорошей группе, в Фиане, Академик Чудаков. И как сейчас вы увидите, концы смешно сходятся. Потому что они строили боксанскую лабораторию, в этот момент создавали. Занимались мы то, что я любил все время сам. Это делать приборы, заставлять их работать, и с ними получать какие-то ясные физические результаты. Ну вот, а дальше, несмотря на весь интерес, вспомнив бурную жизнь в Ляпе, я все-таки через год понял, что то, что связано с космическими лучами, там торопиться некуда. А у нас было и вот это вот то, что, по-моему, молодые сейчас утеряли. Было понятие сеанса. В Москве родители жили, и рядом с ними в доме жил член московского комитета партии, или что-то в этом духе. А тогда таким людям полагалась книжечка, по которой можно было покупать билеты в театр, помимо, как говорится, спецкассы, которая была, я даже до сих пор помню где. И она ему совершенно была не нужна. И он передал ее нам. И вот я к чему это рассказываю? Потому что я когда-то попытался Валентину Ивановичу сказать, что вот сеанс-то сеанс, а можно я вот там в театр билеты хорошие, нельзя ли схожу? Он мне сказал, что вообще-то для физика есть только две причины, как говорится. Смерть кого-то близких или там серьезная болезнь. А пропустить сеанс просто так, ты что вообще? О чем ты говоришь? Вот это там, может быть, звучит смешно, но в этом большая истина есть. И это заставляло. Когда ты знаешь, что у тебя через неделю время, и ты не можешь его просто так спустить без дела, то это, как говорится, поддает жару. То есть в тот момент, когда все работали там, то и телевизора не было, к счастью, то ляп горел огнями там до позднего времени. И, конечно, было жалко после этого перейти. А в космике куда торопиться? И я в 69-м году, тоже было смешно, потому что было необычно, иногда бывают у меня мужественные поступки. Я написал, прошу меня, значит, уволить, хотя был молодым специалистом, поскольку эта работа не соответствует моим научным интересам. Кажется, вот так. Они сказали, ты что, с ума сошел? Кто тебя вообще отпустит? Но в итоге мне помогли и отпустили. Был интересный разговор с Григорием Домогацким, который он тоже известен. Вот мы с ним долго беседовали в коридоре. Я почему-то рассказываю, потому что тоже смешно, но вот я почти сейчас нахожусь на его позиции. Он говорил, ты что, с ума сошел? Куда ты идешь? В Дубну. А это там физики поймут. В этот момент прошли через эпоху резонансов. То есть казалось, уже все известно. Прошли по энергии, там появляются пики, куча частиц, появилась систематология, систематика этих частиц, как их описывать. И он говорил, там ничего интересного дальше не будет. Зачем ты туда идешь? Вот надо заниматься нейтринами, которые мы будем... Он даже не столько нейтрино, он космическими лучами в основном, хотя лаборатория нейтрино была. Ну вот, но я все-таки его не послушался и пришел сюда. И начал работать. И в этот момент мы начали делать следующую такую работу. я, к сожалению, пропустил один важный момент. Потому что, когда я говорил, что мы в основном электронная группа, то вот именно этим, когда появилась техника, достойная заменить электронный осциллограф, осциллограф от пятилучевой, то люди занимались спектрометром по времени пролета. Это вот следующий наш этап жизни. И был, пошел в протвино, потому что на нашем ускорителе уже как-то, когда строится протвино, не было особых интересных таких прорывных, или как сказать, сенсационных каких-то работ. Вот. И с этим, ну, поиск антитрития тоже. С одной стороны, физически крайне простая вещь. У тебя получился ускоритель больше энергии, который в протвино, и значит, он может рождать более тяжелые частицы. И хотелось, к этому времени было известно, вот сейчас это очевидно, но экспериментально, что был мир, и по идее были античастицы. На вопрос такой, существует ли антимир. Существуют ли связи между этими античастицами, аналогичными связями? То есть, существуют ли антиядра? К тому времени, когда мы начинали свою работу, и это имеет отношение к следующей части рассказа, были известны только антипротон, антинейтрон и антидейтрон. Открыт был. А на протвино, уже при энергии 70 ГФ, в которой там было, можно было по кинематике рождать антитритий. И вот там еще можно было или антитритий, или антигелий. Тут тоже была хорошая, бывший наш, ну не мой, а Петрухин, начальник и руководитель, Юрий Дмитриевич Прокошкин, который был руководителем всей физики в протвино. И вообще, чтобы было понятно, произошел такой хороший кадровый толчок, потому что масса опытных и известных людей из Ляпа подались в протвино. Это вы знаете, это мы не будем рассказывать, там лучше пофамильно говорить. Но вот среди них был Юрий Дмитриевич Прокошкин, из, так сказать, группы которого мы все выросли. Вот. А они взялись искать антигелий. Не буду вдаваться в подробности. Мы, конечно, считали по понятным причинам, что антигелий искать легче. Но вот эти два открытия были сделаны. И важно было, поскольку они из протвино, чтобы мы не сделали раньше их. Это такая была. Поэтому там не будем вдаваться в детали. Но в итоге так и получилось. Они сделали сначала свое сообщение, потом мы свое. И есть фундаментальное различие между данными, которые получают экспериментаторы и теоретики. Если ты сделал правильно, и ты померил хорошо, то твои данные всегда правы. И их может, как говорится, только изменить эксперимент, померенный с большей точностью. Там может что-то быть открытного, но то, что ты померил, это всегда. А любая, какая ни была хорошая теория, возьмем Ньютона хотя бы, она всегда полностью справедлива, так скажем, аккуратно, до тех пор, пока не будет найден какой-либо экспериментальный факт, который она не может объяснить. После «Антитретья» был риск. И это вообще фантастика от начала до конца. Вот сейчас я вспоминаю, если вы тоже сами задумаетесь или посмотрите, то это невероятная вещь. Потому что, во-первых, открытие было сделано в России, и чековании, и долгошейным, за что они получили Ленинскую премию. И она просто, все хорошее объясняется сильно просто. Были до этого искровые камеры. Мы еще к ним вернемся немножко дальше. С этого все и начиналось. Искровая камера, это когда ты подаешь, как и на всякие приборы, избыточное напряжение, и частица, проходя через газ, создает там некоторый намек, что что-то здесь не ладно, и туда пробивает искра. Но, сами понимаете, все происходит во времени. Но при этом ты теряешь, ты просто видишь палочку по направлению движения частицы. Ну, почти. А, опять же, не трудно было сообразить, но важно было это показать, что все же развивается во времени. А давай мы теперь не будем ставить длинное напряжение, а будем стараться высокое напряжение, которое подаешь, делать все меньше и меньше и меньше. И тогда понятно, что трек или искра начинается с зародыша, со стримера, который вот растет, растет, а когда достигает это, тут уже там пошел ток по этому каналу, который образовался. И если сделать очень короткий электрический импульс, который подаешь, то тогда у тебя превращается твоя электронная камера, искровая, в, грубо говоря, аналог пузырьковой камеры. пузырьковой камеры был в этот момент наиболее главным, не наиболее, а просто главным инструментом, где физики получали свои результаты. Но в ней есть один минус. У тебя ты не можешь ничего управлять, потому что там механика, там просто дергается поршень, и у тебя жидкость почти вскипает, а потом вскипает на треке частицы. А вот стримерная камера по идее должна была изменить. Здесь тоже интересная история, потому что развитие электроники тоже шло параллельно. До сих пор невероятно, что такое дело могли создать своими руками полностью. Это все было сделано но не только нами. Сейчас я тоже скажу очень важное соображение. Это уже был международный институт, естественно, и идея создать для Портвинов вот такую управляемую пузырьковую камеру, это не совсем пузырьковая, потому что она газовая, поэтому туда мишени надо было ставить, если ты хочешь, потому что в воздухе или в газе конечно взаимодействие долго будет ждать, пока они случатся. вот, но смотрите, чтобы сделать стримерную камеру, вы должны сами первым делом конечно сделать саму камеру, и вот здесь можно будет чуть позже объяснить. Дальше, чтобы эту стримерную камеру привести в рабочее состояние, ты должен сделать систему газообеспечения. Газ, который заполняется камерой, должен быть предельно чистый, потому что всякие примеси кислорода или чего-нибудь, они пожирают вот эти зародыши, которые прошла частица, потому что мгновенно ты не отреагируешь, тебе нужно какое-то время памяти. Вот они прошли, это уже не поршень действует, но тем не менее ты должен подать свое напряжение через какое-то время, короткое, чтобы там еще осталась память о том событии, которое было. Значит, вы делаете газовую систему, которая должна непрерывно чистить объем камеры, а объем камеры, это там под 6-7 кубометров, так что это целая промышленная вещь, вот тоже тут есть фотография, ее нужно показать, и это все было сделано в ляпе, в конструкторском бюро, в мастерской, ну и естественно по нашим, и запущено нами. Вот, высоковольтная система, это вообще безумие, то есть ты должен сделать импульс напряжения в несколько сот киловольт, это вот то, что там по линии электропередачи передается, но это в телевизоре у нас в старых было там 14 киловольт или 10, что-то в этом духе, а тут импульс должен быть с одной стороны несколько сот киловольт, а длительность у него должна быть так сказать десяток такого масштаба наносекунд, и поэтому это целая хитрая система, надо было сделать от нуля самим высоковольтную систему, что там после этого ну магнит это как раз покупной здоровый магнит, который купили группа Тяпкина и делали в нем МИС первый, но там стояли искровые камеры, это еще эксперимент как сказать ретро, дальше это все нужно было сфотографировать, сделать всякие марки, это уже техника, которая идет, освещение здесь не нужно, как в пузырьковой камере, а важно другое, что подчеркивает еще, потому что одним из ведущих членов ОИЯи была Германия, и это тоже не каждый раз бывает, и Германия, но еще ГДР, та Германия, и у них Центральный институт физико-эффективы энергии, это в Цойтоне под Берлином, директор был Карл Ланиус, и в итоге они сказали, что эксперимент, который они поддерживают и вообще является для них главным, это риск, поэтому это мы делали, это вы, это я скажу, когда будем говорить, откуда возникли наиболее теплые воспоминания и друзья, это, конечно, вот в частности были из Грузии и из Германии, почему из Грузии, потому что грузинские ребята сделали, ну, во-первых, ясно, что чековани, просто корни самого стримерной камеры шли оттуда, а сама стримерная камера, это нечто из изолятора, потому что должен подавать напряжение, ты же не можешь железное сделать, что-то из изолятора, но, слава богу, размер длина 5 метров, ширина почти полтора, и вот про нее где-то надо рассказать, какая там была хорошая идея с организацией пространства этой камеры, так скажем, вот, и поэтому, ну, немцы взяли то, что и должны были делать, у них опыт этого был, фоторегистраторы, потому что все-таки поначалу это все делалось на фоторегистраторах, на обычной пленке, которую мы потом обрабатывали, стримерная камера, это некая коробка, ее надо, наверное, вот так делать, маленький, потому что две рядом рисовать, и по идее, ну что, у тебя должна быть вот эта сеточка, потому что ты сверху смотришь камерой, да, как там глаз рисуют, ты сверху смотришь своими фотокамерами, и ты должен видеть весь объем, поэтому должна быть сеточка, дальше ты должен дать высоковольтный электрод, по понятным там людям, кто работал с высоким напряжением, он должен выглядеть каким-то вот таким образом, вот эта вот опять сеточка, и ты подаешь на это напряжение, как я сказал, несколько сот киловольт, Ясно, что проблема возникает Ты же хочешь побольше объем Вот этот объем у тебя фиксирован размером магнита И как сделать максимальный объем? Когда ты подаешь суда так То очень вероятность Большое возникновение пробоев с нее сюда Хотя тут обязательно кладутся изоляторы И это место пропадает в объеме И эта идея не моя А по-моему Бома немца была хорошая идея Вот ты должен здесь подать это легко Ну например, чтобы легче было там Плюс, нет, минус, конечно Минус, а может и плюс Это не так важно 400 кВ, например И это определяет вот это расстояние Которое есть изолятора, которое должно быть А он сделал совершенно правильную идею Ребята, а давайте сделаем не так Мы вот это уберем совсем Давайте, чтобы было понятно Я нарисую нечто похожее здесь То есть делать то же самое Но мы уберем центральный электрод А вместо него сделаем как будто две камеры Стоящие друг на дружке То есть у тебя будет один электрод здесь Один электрод здесь И ты сюда будешь подавать плюс 200 Сюда будешь подавать сигнал Короткий, конечно Я имею ввиду это все Там если плюс, значит, то вот так И это Сколько-то десятков наносекунд Это нужно даже уже вспомнить сейчас А минус 200 такой же И вот тут мы подойдем Эта идея была очень красивая У тебя пропадает, во-первых, совсем средний электрод Он не нужен Потому что у тебя все, что надо Вот здесь у тебя, понимаете, 200, но на короткое расстояние Так же, как и здесь напряжение Здесь тоже 200 на половинное расстояние А когда расстояние в два раза больше, то у тебя 400 Здесь плюс, здесь минус Каким образом вообще делается напряжение С одной стороны большое, а с другой стороны короткое У тебя всегда есть некий генератор Который называется генератор импульсового напряжения по-русски ГИН Это на самом деле разрядники газовые К которым подключены конденсаторы Каким-то образом То есть когда они срабатывают, ты их заряжаешь параллельно Но они стоят вот так Конденсатор, если брать Ну это, короче говоря, когда ты заряжаешь их параллельно А когда срабатывают разрядники То они получаются включенные последовательно И таким образом Просто каждый каскад добавляет то напряжение Которое ты сюда подал Но сами понимаете И пробить первый разрядник и прочее То есть Ведь важно, чтобы вот эти два сигнала пришли одновременно Ну сами понимаете Какой смысл? Вся идея пропадает У тебя должен здесь создать 400 Если сначала пришел этот А через него, так сказать, после его окончания Пришел сигнал здесь То у тебя никогда в середине ничего не появится Будут только работать крайние Вот И идея была хорошая Что, ребят, два ГИНа вот так отдельно Никогда работать хорошо не будут И давайте мы сделаем ГИН в виде Как там, двигателя В Знаете, все бы В-твообразный двигатель Так вот Идея В частности, которой я приложил Руки Ну, конечно, при этом сигнал плохой И этим больше занимался Леонид Сергеевич Вертоградов А потом есть такой высоковольтный формирователь Это совсем специальная вещь Которая называется Блюмляйн Он, это там Очень хитрая вещь Но это просто, грубо говоря, труба в трубе Там По нему бегают волны И формирует вот такой короткий импульс А идея, которая первая Чтобы на него подать Надо было сделать вот такой ГИН То есть это два ГИНа Независимых Вот это его разрядники Но первый разрядник у них общий И тогда самый большой разброс Ну, сами понимаете Здесь еще низкое напряжение Здесь оно уже в два раза больше Поэтому чем дальше Тем разрядник силой заставляет пробиться Он уже ничего сделать не может А вот этот первый Ты его должен поджечь Тут всегда какой-то там электродик А когда вот такая система То это значительно проще получить На выходе синхронные импульсы Один такой А другой такой Здесь Вот так Была Идея Ну и наверное Вот Это один из пунктов О котором я буду говорить Который мне вспомнить не стыдно Их всего мало Который действительно кажется Что ты что-то сделал Почему риск Это релятивистская Ионизационная стримерная камера Второй Важный эффект Который Долгошеин с товарищами Показывал Что Ведь если смотришь На кадры То Трекрелятивистские частицы Это бусинки Расположенные И Долго объяснять Есть ионизация первичная Которая не имеет хвоста ландау Что такое хвост ландау Это когда частица Не просто выбила там электрон Путем Когда она ему много передала И он большую энергию Нес сам И образовал свой собственный трек Так вот его будет видно На кадре Если ты берешь без этого То А он всем мешает Он хорош там Для чего-то Я не знаю Но всем мешает Потому что Ну сами понимаете Если у тебя две частицы И у нижней Есть такой длинный хвост То он же забьет следующую Он туда влезет И попробуй их разделить То есть деление по Ионизации Имеет свои трудности Именно за хвоста ландау Его нет Первичная ионизация Это просто количество Бусинок Которые у тебя на треке И в принципе Это можно делать Но это очень трудная Техническая задача Потому что Ну это не пузырек Стример Очень капризные вещи Он требует И частоты газа И самое главное Стабильности Высоковольтного напряжения Потому что он от него Зависит там В какой-то большой степени Его яркость И вот мысль Которая Но тем не менее Задача стоит Надо же ее попытаться реализовать Но сразу она точно Не работала Сначала она работала А-ля пузырьковая камера Но в режиме управления И первые эксперименты Были совсем простые Мы просто пробовали На ядерных мишенях Как множественность Или что-то Над чем За что и подвергались критики Потому что Конечно Это не соответствовало Но создать такую машину И запустить на полную мощность Нужно было просто больше времени Но сейчас мы вернемся Нужно ли вообще его было делать Потому что Тем не менее Это был Как сказать Ну мамонт Который вымер Или что-нибудь Может быть и хорошо Что нас остановили Потому что После этого Мы переключились На чистые электронные эксперименты Но А идея состояла Опять же Я хочу зафиксировать Потому что Она не была доведена до ума Но идея очень красивая И на семинаре Те, кто понимает Сильно Радовались Тому Что это Когда мы рассказывали Ну как Импульс можно мерить Как и всякий Уже сделать чего-то Но это датчики Ошибки И всего прочего А оказалось Что когда ты смотришь На кадр Мы же сами сказали Что самым сильным образом От высоковольтного напряжения Зависит яркость То есть размер Этого самого стримера Так Идея была простая Так давай мы не будем На это смотреть Мы будем нормироваться На диаметр стримера Потому что Сколько их по Таком направлении Вдоль трека Это его ионизация Но какой у него Средний размер поперек Это как раз Показатель твоего напряжения Если ты будешь Дальше нормировать Треки На средний размер стримера То ты можешь Их привести к одному У тебя разрешение Получается хорошее И в принципе Наверное Можно было ионизацию мерить Мы Почти к этому делу Подошли Но пока только На прямых треках Но нас остановили Наше Не мое А активное участие Валентина Ивановича Причем Что значит активно Никаких бомб Он ничего не делал Это не Профессиональные революционеры Которые сделали революцию Так вот Задумайтесь Что такое По нынешним понятиям Профессиональный революционер Вот А всего лишь Это было Чтение Той литературы Которой считалось Что народ читать не должен И распространение Но в итоге Вот Я думаю Это был один из важных факторов Которых нас закрыли Вернулись туда Люди с искровыми камерами Еще немного поработали И потом все Это о идее Идее в том Что дубне хочется Есть целый ряд людей Которые говорят И правильно Что одно из стратегических ошибок Это было Создание Протвино в протвино Что надо было Действовать так Как ЦЕРН Все установки ЦЕРНа Находятся рядом И потом оказывается Что их можно связывать Между собой И все это А делить Это было неправильно Особо была неправильная Идея представителя Из протвино Не будем говорить Когда шел разговор Про УНК Может быть построить То кто-то говорил Да это все неправильно Надо было строить Где-то в степях За Волгой Вот там вот Надо было делать Еще один институт Это наверное было неправильно Но дубна уже тогда понимала Что не очень хорошо Ну ники же не было Еще тогда Идеи И появилась вот идея Проекта целого Я даже сначала думал Только про ЦЕТАУ-фабрику А потом понял Что Можно это найти Был гигантский проект Создание в дубне Синхротронного источника Излучения Он должен был быть За первым корпусом Охватывать весь И в нем должна была быть ЦЕТАУ-фабрика ЦЕТАУ-фабрика Это то что Хотя это название Они не хотят называть Но это то что Сделали сейчас китайцы Это замечательная Маленькая машина Вот Но под это дело Как говорится Началось и Мое сотрудничество С МФТИ Потому что И Цветан Вылов в этот момент Был Директором ЛЯПа И Алексей Наравич Сисакян Или Алексей Наш однокурсник Стали говорить Что студентов Маловато Давайте искать Где-то Людей Которые бы Пришли В УИИИ И в этот момент Появился план Но В итоге Это у меня получилось Там был еще Личный элемент Мой сын В этот момент Учился на ФИСТЕХе Я с ними Два раза Встречался В общежитии Описал им Красочно Какой замечательный Может возникнуть Ускоритель В Дубне ЦЕТАУ-фабрика И произошло Тоже Вот то самое Совсем необычное Никто не ожидал Сейчас поговорите С кем-нибудь Кто Особенно с ФИСТЕХовцами С того курса С которым я Редактор 15 человек Это практически Вся группа Снялась А у нас Кафедры еще Даже не было И вот после этого Значит Алексей Нараревич Мы с ним Поехали К тому декану И договорились О том Что сделаем Кафедру В Дубне И я ее Был первым Но конечно Совершенно Оглушительный Был эффект И даже И для нас Что 15 человек ФИСТЕХовцев Значит Снялось И перешло сюда Дальше Это уже Сами понимаете Какой год Там на уровне 90-х Институт Открылся Николай Николаевич Боголюбов Поехал в ЦЕРН И договорились Что в большом Эксперименте В этот момент ЦЕРН Строил свой Большой Электрон-позитронный Коллайдер ЛЭП Лептон Электрон Позитрон Коллайдер Вот И в нем Как всегда Ну это было Золотое время Четыре Независимых Больших Детектора Собирались Делать В один из них В Делфи Дубна Зашла Но Поддержка Была совершенно Это был основной Эксперимент Для УИИ Две группы Одна из ЛЯПа Которую Возглавил Динах Как потом Викторович Мицельмахер А со стороны ЛВ был Цыганов Эдуард Николаевич Вот Они Две эти группы Взялись И вот тут Началось то Что потом Идет Дальше Это уже Пошел Коллективный Труд Даже На стадии Создания Детекторов Невозможно Невозможно Такую установку Ни один Эксперимент Ни один Институт Сам создать Не может Поэтому Да Мы стали Делать Вместе С Протвино Адронный Итальянское Изобретение Грубок Студентов Дальше И группы Которые Создают Детекторы И мне Именно Эта часть Работы Всегда Больше Нравилась Ну а После Делфи Возникли Связи С Церном Там Возникла Целая Группа Людей Зояя Которая Участвовала В разных Экспериментах И это Более Менее Интересно Давайте Я все Вместе Здесь Свалю Довольно Смешная История Как Создаются Эти Коллаборации Потому что Сначала Подаются Проекты Подаются Людьми Которые Хотят И По Разным Причинам Здесь Тоже Нужно Отметить Которые Мы все Время Подчеркиваем Что Гена Алексеев Который В этот Момент Был Так Его Можно Назвать Руководителем Между Собой Проще Называть Бригадиром Но На самом Деле Руководителем Официальной Группы УЕЯ В Церне У него Пришла Хорошая Идея Каким Образом Сделать Детектор Простой Для Мионной Системы Но В то же Время Точный И Вот Он Сказал Давайте А что Если Мы Это Уже Не Стоит Даваться В детали Что Ограничивает Точность Дрейфового Детектора Это Расстояние Между Центрами Ионизации Потому что Они будут Приходить В разное Время И поэтому У тебя Время Начнет Мотаться Ну а Чтобы Сделать Их Плотнее Поднимим Давление Ты Поднимаешь Давление У тебя Более Плотный Газ И в нем Твой Уже Не столько Бусинка Сколько Уже Получается Почти Сплошной Трек Вот Эта идея Была Надо Сказать Что я Не думаю Что много В Дубне Такого Вещей Но Опять же Это была Идея А вот Опять же Зинерон Владимирович Я И другие Люди Это Можно посмотреть Юра Горнушкин По-моему Здесь Был И Саша Ноздрин Мы сделали Первый Прототип И попробовали И показали Действительно Экспериментально Быстро Что это Работает И вот Эти два Факта Между собой Ввели Нас В эту Подходящую Группу А смех В том Что Лидером Этой Первой Группы И Я его Обязательно Буду О нем Долго Говорить Это Был Фридрик Дидек И Запомнилось На Одних Из первых Заседаний Группа Тогда Называлась В ней Была Идея Тоже Некое Время Рассказывать Наверное несущественно Атласа Оно так и осталось А вот Кто Придумает Самое Хорошее То Вот Я Мадам Клико Ставлю Большую Бутылку И мы Ее Значит Этому Человеку Вручим И тут Конечно Не мы А Англичанин Придумал Отличное Название Если кто Я до этого Не знал А посмотрел Я понял И все Просто Особенно Дид Сказали Господи Как хорошо Он сказал Аскот Аскот Это Королевские Скачки В Англии Это Где Приходят Дамы В шляпах Куда Приезжает Королева То есть Это Ему Страшно Понравилось Но потом Когда Пришло Дело Уже К тому Что Таких Денег Не было И сказали Ребят Нет Идея Хорошая Но Вы Подружитесь С другой Группой И мы С другой Группой Подружились Наша Идея Наши Трубки Которые Вошли По идее В общем-то Дубны Менная Система И Вот Эти Самые Воздушные Тароид Это Пришло От Аскота И это Вошло В Атлас Фридрих Был Одно Время Со Руководителем Этого Нашего Было Два Руководителя И Питер Генни Но потом Так сказать Фридрих Скажем Так Отошел От этих Дел И остался Питер Генни Идея Опять же Была Не наша Но как Водится Мы туда Честно Внесли Хорошая идея Появилась И мы Прочитали Где-то Это была Американская Что опять же Интересы К физике По понятным Причинам Скажем Так Не росли И была Идея Такая Что Физика Частиц Все-таки Ведется Так или иначе На ускорителях Ускорителей Далеко Радиоактивные Источники Тоже Особо Нет А давайте Мы каким-то Образом Школьников Будем Подтягивать Показывать Им что-то Интересное И Интересное Это Космические Лучи Мы С вами Сидим И На нас Все время Сверху Сыпется Всю жизнь Поэтому Там Излишние Слезы По поводу Радиации Они Не правы Потому что Если ты Берешь Источник Он может Быть и Большой Но ты Живо Берешь На короткое Время А под Космическими Лучами Мы Всю свою Жизнь Находимся И В этом Смысле Доза Тоже Можно Считать Накапливается Вот И Но В чем Была Их Ошибка Что Мы Улучшили А они Значит Идея Была Простая Что Делаешь Два Простых Синтелляционные Щетчики Это Уже Совсем Простой Прибор Очень Удобный Ему Там Памятник Можно Поставить Так же Как Фотоумножитель Как Собаке Павлова Вот И Вы Берете Два Щетчика Это Тоже Интересная Простая Вещь Нельзя Этого Обходить Если Вы Ставите Вот Так То Они Считают Все Частицы Которые Приходят Сверху А Когда Ты Их Положил Вот Так Они Не Должны По идее Считать Если Частицы Приходят Поодиночке Ну Потому Что Вот Так Боковую Это Невероятно А Если Они Все Прилетают Из Космоса Поодиночке То Как Ты Будешь Срабатывать Два Щечка Сразу А Вот Это Называется Широкий Атмосферный Легко Это Даже Пятиклассник Должен знать Чуть-чуть Подумает Килограмм Ну Потому Что Одна Атмосфера Это Килограмм На Квадратный Сантиметр Значит У вас Интеграл Всего Вещества Которые Есть Это Порядка Одного Килограмма Это Довольно Много Килограмм Воздуха И К счастью Для Нас Энергичные Частицы Которые Подлетают Неслабый Вот Солнечный Широкий Атмосферный Ливень То, что Называется И вот Его Как раз Будет Четко Выделять Вот Даже Такая Простейшая Вещь Вот Два Положенных Рядом Счетчика Можно Показать Что Это Выделяет Это Самое Именно Широкие Атмосферные Линии И Дальше Можно В чем Я Видел Смысл Этого Дела Потому Что Ведь Существенное Дело В нашем Деле Это Как Ты Почти Студентами Конечно И Алексей Жемчугов И Второй Алексей Гуськов И Наверное Еще Целый Ряд Людей Они Сделали Уникальную Вещь К тому Что Было Они Сделали Общедоступный Сайт Сайт На который Заходя Школьник Мог Запустить Задачу С теми Данными Которые Наши Станции Накапливали И Получить В таком Виде В котором Он Потом Будет Видеть В научных Инструменты Построения Представления Вот Эту Программа Была Написана Но Видно Было Сразу Во-первых Изменилось Ввели ЕГЭ У школьников Появились Другие Задачи И Второе Все-таки Вот Самый Расцвет Этого Дела Был Когда Мы На Школе Учителей В Церне Встретились С людьми Из Краснодара По-моему И Они Скали Вот Отлично И Вот Тогда У нас Был Пик Там Порядка Пятидесяти Человек А мне Это Доставляло Удовольствие Потому что Можно было Общаться Через Интернет Ну Люди Писали Письма Мы Им Отвечали Что-то Помогали Им Что-то Делать Но Это Дело Постепенно Сошло На нет Потому что Я думаю Что это Все-таки Учителя Не хочется Их Ругать Но Через Несколько Попыток Объяснять Людям В Церне Там Как это Интересно Мы Там В итоге Они сказали А зачем Нам эту Всю Ерунду Как говорится Рассказывают Мы Не понимаем Зачем Нам Там Было Даже У нас Легкое После Этого Я Перестал Быть Участником Этих Школ А Совсем Недавно Да В чем Суть Была Извините В чем Была Ошибка Не будем Глупость Американцев Потому что Ну какой Смысл Особенно В наш Когда я Попытался По этим Свежим Идеям Прийти В школу В девятую По-моему Я ходил В ближайшую Или какую-то Такую И поговорил С учителями Говорю Давайте Вот у вас Это Мы Все сделаем Поставим Но когда они Услыхали Что надо Поставить Установку Которую Лучше поставить На чердаке И которую Не надо Выключать Никогда И у которой Будет напряжение И там Какие-то вещи Они так Сильно Открыли глаза Сказали Так нам же Никакой там Ни пожарник Никто никогда Не разрешит Что не совсем правильно Ну значит Тоже Видимо Большого интереса Не было А хочется Сказать о последних Событиях Ну а потом У нас было Несколько Пожаров Ну пожар Был один Конечно Я имею ввиду Но после этого Были ремонты Что не хуже пожаров А суть Если вернуться Извините Что я Здесь уже Тороплюсь И скачу Была идея Что не хорошо Ставить в школах Даже не потому Что А потому что Широкий атмосферный ливень Может быть И очень большим Но его Будешь ждать полгода А какой школьник Будет ждать полгода А чтобы делать Быстрый набор Они должны стоять Недалеко станции Друг от друга А школы Так на шкаф Положили Свои детекторы И вот так же Они в разных местах Стояли В электротехническом отделе И прочем И в итоге Мы довели До 10 Таких станций Но потом Случился пожар Ремонты Считает Считает Как говорится Силу И правильно считает Что силу Государства Народа Ну скажем Государство Определяет в первую очередь Не наличие Бомб и всего остального Сейчас А уровень образования И они поставили себе целью Воспитывать свою нацию И это же удивительное дело На меня сам Неожиданно вышел Учитель Из Финляндии И ему удалось раскрутить Что университет Какой-то Которому он обращался Он учитель Он почти на пенсию вышел Вот Что давайте Отдайте нам свое оборудование Мы у себя Это будем запускать И мы это почти Сделали Но тут как раз Прошли Изменения Вы и я Я не знаю сейчас Как решать Там возник То есть идея Просто им отдать Она была Еще в том году Решена Там с разными Хорошими Накрутасами То есть мы вроде Не участвуем Но зато В каждом месте Где будут стоять Наши счетчики Должна была появиться Надпись Что это подарок Объединенного института Ядерных исследований Ну и помогать им Всяческим Таким путем Я жил когда Не было ни телевидения Ни интернета А библиотека Дома была Достаточно хорошая Тогда выходили Там Пулстовский Я просто читал Вот дом выходит Я его читал Выходила Всемирная литература Конечно я Апулей отчитал Золотой осел Это было важно И тогда уже было видно Что литература Художественная Она сильно забавная Меня даже в горы Сделал прочитать Из повецы на веках Это О чья же она Ну это точно Там герой На каждой странице Падает на кровать И плачет Из-за своих сердечных А сейчас Вот Извините Но я Если Единственный книг Который я могу Перечитывать Меня радует Содержание Ну там много Что с ней связано Потому что когда-то Я ее читал в автобусе Через плечо В Москве По-моему Это Мастера Маргарита Вот ее Я Как пел Высоцкий Открою кодекс На любой странице И не могу Читая до конца Вот Вот такое отношение А вот Только что Попробовал Сорокина Прочитать Доктор Гарин Его последнее И никакого Сейчас я в основном Только Нонфикшн Я не очень понимаю Сейчас Может быть Это надо В юности читать А взрослому Человеку Мне Не интересно Наш длинный разговор Подходит К завершению Я не могу Не вспомнить Тех товарищей Рядом с которыми Прошла вся моя Теперь уже длинная Творческая жизнь Прежде всего Валентин Ильич Петрухин Первый И фактически Единственный Непосредственный Руководитель Многому Чему я у него Научился В самых разнообразных Сторонах Нашей жизни Давист Хайзенс Мой Руководитель Диплома Тоже известная Личность Зиновь Владимирович Крумштейн Вот он И Толя Ронжин Который ниже Это наша команда Трех дипломников Плюс-минус Один год Которые пришли В эту первую группу Николай Николаевич Хованский Который Человек Замечательной Судьбы То, что говорится Self-made man В итоге Стал очень квалифицированным Электронным инженером Многие блоки Которые делались У нас в группе Мы ничего Не могли тогда покупать Это его И вот Дальше я помяну Юрий Павлович Мериков Человек Во многом Объяснивший мне Что такое Моделирование И расчеты Которых я не очень Люблю всю жизнь И Таня Теперь Малаканова Тогда была Гудина Это уже Работа На следующем Нашем большом Проекте Сначала Антитритий Потом Перешедший В риск Зенон Цисик Это второй Наш электронный Инженер Поляк Который Ну я уже говорил Все блоки Делались Нашими Электронными Инженерами И нашими же Радиомонтажницами В нашем секторе Рудольф Ляйста Старший Товарищ Мы с ним Тоже Знакомы До сих пор Шпиринг Сейчас Известный Мировым именем Честно могу сказать Ученый Но в то время Был почти Моим дипломником Мы с ним вместе По крайней мере Очень многие Интересные работы Методические Чисто делали Йос Шулер Тоже Оптический инженер И с Карл Цейс И вообще Это вся дружба С немецкой группой Для которых Риск Был Основной Работой В физике Дитрих Позе И Герт Кемниц Это Сева Суворов Человек Из Пияфа Который был У нас Некоторое время И И наконец Риск И ЦЕРН Конечно же Это ему раз Вот уж с кем Мы в Протвино Много чего Как говорится Пережили И конечно Старшие товарищи Которые мне Помогали Прежде всего Алексей Сисакян С которым Мы планировали Но не получилось ЦИТАО Фабрику Этот комплекс Сделать И Цветан Вылов И наконец Дидок Это Так сказать Из Атласа Мы с ним Дружим до сих пор Живет сейчас Вышел на пенсию В 65 лет И живет сейчас В Астрии О нем Я расскажу Чуть позже Учебная работа Не могла бы быть Без Светланы Петровны Ивановой Светой Ивановой С Леней Сергеевичем Вертоградовым Мы делали вместе Высоковольтную систему И много чего Другого В Портвино Вереди друзей Я уже поминал Фридрих Дидок А это меня навело На одну мысль Которую Наверное Никто не знает Ведь в какое-то время У нас возник На самом деле Это во времена Перестройки Когда все было Как говорится По-другому Запах был другой Аромат Возник настоящий Эх Настоящий Международный Ученый совет Это стоит рассказать Потому что То что мне Дидок Рассказывал Это важно А вы Вот я прочитаю Кто там был Люди Которые наши понимают Я касаю Только иностранцев Тогда был Алексей Нарарович И Я не помню Киш Или кто был Директором Простите Ради бога Это надо смотреть Но состав Уга Амальди Профессор Церн Это руководитель Делфи Дитрас Клод Дитрас Это директор Енде Петруа То что во Франции Зовется Так Дальше Я называю только Посторонних людей Легар Профессор Сокле Лагунов Наш первый Научный консультант Уже в это время Был и в ХВН А фотография Он вот с такущей бородой Матвеев Знакомая фамилия Виктор Анатольевич Монтане Тоже профессор Церна Пираджина Но это советник посольства Итальция Это не совсем то Ну Сисакян Сосновский Трилинг Тоже директор Профессор из Беркли Его очень хорошо Будаков Знает Шоппер В этот момент Консультант При Этот самый А потом Директор Церна У меня есть фотография Где Так сказать Мы пребываем Ну и Дидок Профессор В этот момент Он был директор Института Макса Планка А вещь Которую я очень хочу рассказать Дидок рассказал Ведь это же все еще Пришло Вот то Что нам не удается Сказать Может быть потом Про ситуацию Кто выиграл От революции Так сказать 90-го года Больше всех Здесь не будем Но вот Отголоски Того Что я хотел бы сказать Они здесь есть Мы говорит Собрали На первое заседание Вот эти люди Они прозаседали Там Закусили То что все было А после этого Значит им Раздали Проект Резолюции Ну и вот тут Народ стал На дыбу Сказал Что такое вообще Какой проект Резолюции Это мы его должны Принимать И вот есть фотография Он сам рассказывал Что они действительно Сели И они там Весь вечер И ночь Готовили По результатам Сами И вот это вот было И вот такое отношение У них очень хорошее Было отношение Куя Но вы сами видите Какие люди Согласились В нем участвовать Дидок очень принципиальный В этом смысле человек И я считаю его Радостью Мы до сих пор С ним поддерживаем Отношения В 60 Вот кстати Другое дело Вот знаете Как это организовано В Церне У них человек Уходящий на пенсию Он выходит Существенно раньше 65 Но ему дается Право Выступить Перед Ставами И рассказать Вот приблизительно То что вы Меня сейчас Спрашиваете Но только Это делается В кругу Коллег И он Финальную речь Говорит И что мне сейчас Жалко Глядя на то Что есть Это отмечал И Владимир Иванович В своем Что у нас сейчас Есть гигантская щель Между Нами И администрацией Нет ни одного Органа Где бы мы могли Поговорить Мы Это я имею ввиду Те люди Которые в окопах сидят Которые Как говорится Получают результаты И дирекции По-моему Судя по разговорам В какой-то момент Даже директоров На директорские совещания Не приглашали Заседало Руководство В которое Считается Это вот То есть В этом смысле Моя точка зрения Она ясная Я ее несколько раз говорил И не в названии дела Но из названия Тоже вырастает Что на самом деле Все службы Кроме научной части Дирекции Это не руководство Это не управление института Это сервисные службы Задача которых Обеспечить нам Наиболее приятные условия Деньги даются Ученым Которые работают И я Но дело не в этом Вернемся к партии Там были две Вот глядя на нее С точки зрения Человека Работавшего В лаборатории И сейчас Я буду говорить За Потому что В партийном комитете И вообще В любом Всегда было Два Три направления Вот одно Бог меня уберег Тоже мог бы Рассказать о разговоре С Супко-Ситниковым Это так называемая Ну да Зампы идеологии Это самая Быстрая карьерная лестница Для тех людей Кто хотел быть И абсолютно не то Чем бы я хотел Там заниматься Но были две вещи Которые Вот с самого начала Была При всяком В парткоме Была комиссия По контролю За деятельностью Администрации Это раз И второе Производственная комиссия И там и там Можно было делать что-то Это был выход Некоторой инициативы Вот снизу Которая сейчас Абсолютно Как говорится Закрыта Молодые люди Не очень понимают Но через какое-то время Они с этим Начнут лично сталкиваться И у меня только была Наверное Наивная идея Самый последний пример Я приведу Вот объясните Вы мне Какой в этом смысл Например Когда тебе дают деньги На проект Ты сразу должен написать Какую часть ты потратишь На приборы А какую часть На материалы Кому это важно По-моему Это пришло Вот с тех самых времен Когда был госплан И ему было важно Он планировал Я из этого А сейчас Чтобы изменить Вот у меня там Грубо говоря Есть 100 тысяч Я их поделил пополам Вот чтобы из этой половины Дальше у меня получается Что приборов Надо купить больше Изменить это Надо подпись Товарища Трубникова Сейчас получить Кому это вообще нужно Что И когда я приехал сюда Пришел То вся бухгалтерия Сидела в одной комнате Вот Того части Где Вы представляете Где сейчас сидят советники И главный инженер Вот там была одна Большая комната Все что у них было Это арифмометры И тем не менее Институт жил Конечно было меньше денег Там чего угодно Но Сколько денег Мы вбухали в компьютеры Которые стоят у всех А Ну Я все сказал И поэтому Единственный у меня был вариант Между прочим А почему нам Не повторить Я вот поговорил С нашими молодыми учеными Почему не попытаться В Дубне Сделать Организацию Ученых Ставфов К сожалению нельзя У нас всех перевели на контракт Может быть в этом еще и причина Вот Но почему нельзя сделать Организацию Привлечь Туда обязательно Наших коллег И стран-участниц И сделать нечто Чисто научное Научно-организационное Которое могло бы Спрашивать Обсуждать Получать вопросы Какой-то промежуточный Орган Между Фронтовиками И руководством Вот это отсутствует Это единственное Что я бы Посоветовал Молодым Любимовичам Задуматься Потому что чем дальше Тем хуже По-моему мы еще один Корпус купили в городе И туда разместят Во всех тех местах Которых сейчас сидит Администрация Были общежития Почти во всех Слева был Как он назывался Нейтрино Нет, нейтрино Это в другом смысле Но здесь была столовая Я лично С сотоварищами В 69-м году Когда мы уже поступили Все завершаем Жил в комнате Где сейчас заседает Главный бухгалтер Там несколько было людей Можно вспомнить Кто со мной был Вот А сейчас это все так Вот что по-моему Должно беспокоить Молодых Потому что мы-то Им все отдаем И эта проблема Им достанется А вот это все Исчезло после Ликвидации Вот приказа Дежекиша Потому что Что происходило По линии идеологии Это отдельная песня И там полная таз Говорят, что Ходят слухи Вспомнить Поликанова Но я не знаю Кто-либо соберется Делать это или нет Вы знаете его историю Тогда я не буду ее рассказывать Но это было не только Но это же все происходило Есть вещи, о которых Люди не любят вспоминать И надо понимать Что сейчас мы Потошли именно к этой теме У нас Самые большие Вот на основании Работы с ВОИЯи Основные друзья Это Грузины И немцы Поляки Как-то в то время Было много Но постепенно ушли И как-то связи Оборвались Ну и конечно Чехи Виноваты Карл Пишка До сих пор Пишет Письма Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ